Всех приветствую. Новое обновление игры Raid Shadow Legends застало меня врасплох. Я обновляюсь не с Google Play, меня там не пускают. Обо всем по порядку. Новый год начинается с обновления в Raid. Как бы уже не первое обновление, но да ладно. Что появилось? Появились новые языки. Японский, корейский, турецкий. Как бы для русскоязычных это не сильно актуально. И немного поправлены все тут проблемы по игре. Собственно по мелочам, но все же еще 21 было обновление. Что загрузите годовые данные. Если что язык поменять можно вот в настройках. То есть кликайте на персонажа, язык и здесь все ваши языки, которые есть, в том числе украинский и украинский. Ну не суть. Хотел же я поговорить про то, как новичкам добраться до того, чтобы слить этого Николаса. А то и лучше. То есть вот ограды новичка. Видно, что у меня только шестой день. После четвертого дня у вас уже будет комплект вампирика. На вашего главного героя, которого бы вы получили при создании. У меня это галик. Ну рисуйся галик. У меня это галик. На него одеваете не тот комплект, который рекомендуется игрой. К примеру, на галик рекомендуют крит и атаку. Соответственно на бронике чтобы был атака процент. На сапогах скорость. Вот. То есть тут одеваю его немного по-другому. Одеваем какие вещи есть на атаку. Так что ж так медленно-то. На процент атаки. Соответственно две вещи одеваем на процент атаки. У меня нету топора на процент атаки. Топор просто на атаку. Вот. Соответственно нас интересует атака, крит и четыре вещи, что есть из вампирик сета. Он в русской версии называется кража жизни. Закрыт все. Кража жизни. У меня еще осталось два неиспользованных. Один причем пятизвездочный. Но тоже просто атака не процентная. Здесь по-моему. А здесь защита. Так и не выпало здесь. Здесь здоровье. Ну нормальный сет. Вот. И это позволит этому персонажу тащить всех остальных. То есть он может прокачивать всех, кто нужен нам для слияния. Еще раз сейчас заглянем сюда. Покажу как у меня дела идут с Николасом. Все очень плохо тут. Вот. Вот. Я принцессу выбил. Но она мне понравилась. То есть я ее качнул в четыре звезды и собственно оставил себе. И как только я ее качнул в четыре звезды, тут оказалось, что для Николаса надо еще собирать принцессу. Вот. Ну и я то есть больше всего там просидел в этом где там она выпадает принцесса. А замок он так и называется как-то. Эта территория. Ну вот выбил только вторую принцессу и в то же время там мне еще надо дворец Аравии, а не замок все же. Это я с другой игрой путаю. То есть мне кроме принцессы нет. Мстительница мне не нужна. Я что-то ошибся. Сейчас короче пытаюсь выбить Хромовника. И по дороге именно прокачиваю Где наша коллекция То есть каких-то 4-5 персонажей, чтобы они могли ходить за бутылками. Дальше прокачиваю вот эти. Это вот Уже То, что пойдет на Николаса. Они прокачались до 30 уровня. А после этого просто берем любого рандомного персонажа. Желательно, я не знаю, с одинаковыми рожами, чтобы их легче было запомнить. Вот таких или таких. И выкачиваем им по максимуму звезды. Цель какая? Цель получить пятую звезду стартовому персонажу. То есть тому стартовому, с которого мы начали. Это позволит Быстрее проходить, быстрее фармить эти локации. И соответственно, то есть тогда уже быстрее выпадет зона. Ну и в данный момент он, допустим, у меня один не может пройти двенадцатую локацию. То есть если пачкой они идут, то он двенадцатую локацию чистит. Но таким образом фармить мне ее получается немножко не эффективно. То есть опыт улетает в трубу. А если вот он один идет в пролив Вальдемара. Ну шестой уровень. Это вот где-то максимум, что он может вынести. Себе на хвост он вешает троих. Которые буквально в первом-втором раунде умирают. Ну, сначала я качал просто какого-то любого персонажа, которого характерное лицо, чтобы легко заметить и не случайно не сжечь его. На корм не пустить, точнее. Вот, а потом мне понравился эльф. Как-то на него посмотреть. Нажать, подержать помогает. У эльфа есть небольшой шанс на заморозку. Эта заморозка не так урон наносит, как она просто уменьшает количество анимации, уменьшает количество ходов противника. И, соответственно, быстрее убиваем. То есть у нас задача максимально быстро ушатать этих противников. Потому что на данный момент, пока у команды мои 4 звезды, я их убиваю где-то минуту 50 секунд. Ну, это долго. Если особенно там нам за ежедневки там сбрасывают, дают энергию, и всю эту энергию слить, получается, что долго это затратно. Вот как происходит бой. То есть он за счет того, что отлечивается, убить его простые такие мобы не могут. Быстро, медленно, как это происходит. То есть там, это вот стихия совершенно противоположная. То есть сам персонаж синий. То есть красные эти воины, которых он атакует, это противоположная стихия. Ну, тут помогает немножко принцесска. Несмотря на то, что это просто 3 звезды персонаж, и всего лишь с 23 уровня ничего на ней не одето. Даже при этом она все равно что-то умеет. Ну, а тут галика этого. Просто ждем, да, вот этот, когда взрыв из зада. Главный скилл его срабатывает. И он тогда всех разносит. Так он красных очень медленно бьет. Но самый главный, самый жирный здесь персонаж. 34 уровня Палач. Он в как раз противоположной стихии. То есть он легкой стихии. И на нем это самое. Это мне показывают нового героя. Я получил это хорошо. Вот сколько опыта. То есть 2756 на троих персонажей. То есть этот опыт сгорает, что он получает. А эти три персонажа получают, вот получается где-то почти 8000 опыта. Это лучше, чем если этих трех персонажей куда-нибудь отправить, фармить ворота Кейрока. Там каждый получит во-первых по 1000, а во-вторых их туда влезет только трое. Ворота Кейрока. Откройтесь пожалуйста. Вот. То есть мы когда начинаем атаковать, здесь только два можно воткнуть персонажа. Соответственно не самый лучший способ ими здесь прокачиваться. Вот. То есть когда будет персонаж в пять звезд. Я говорю про стартового персонажа. Вот. Галика. Галика. У меня Галик. То есть в основном берут там другого. Он позволит быстро проходить эти зоны и соответственно быстрее выпадет нам для слияния нужные персонажи. Вот. Дальше. Хотел рассказать где брать АПК файл для приложения этого. Raid Shadow Legends. Вот. То есть если так же как мне кому-то недоступна обнова. Вот. 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 Я в поиске писал FOPDA Raid Shadow Legends. Искал. Вот. Там буквально во втором третьем где-то там предложении выходил на сайт не FOPDA, а другой PDA Live. Вот. И здесь Raid Shadow Legends есть страничка у них. И у них постоянно очень быстро обновляется, выходят новые обновления. Вот. То есть. Ну вот сегодня было уже днем версия 1.1. Соответственно я ее скачал, поставил и не заходя на Google Play. То есть я на Google Play не могу ее поставить. Вот. Вот. Я не знаю. Оставлю ссылку. Наверное сделаю в этом самом. Здесь сверху видео выскочит. И хотел открыть два десятка осколков посмотреть. Может на записи повезет. На данный момент я синих открыл. Ну вот из осколков так. То есть синие это практически на халяву. Инкуб. Нам нужен не инкуб, нам нужен без. Ищем еще дальше. Ну вот выпал трехзвездный синий герой. То есть когда записываешься на камеру оно как-то фортуна лучше. Более благосклонно. Это высший эльф. Атака. Ну давайте уже посмотрим. Просто атака с критом. Атака с ядом. Ну так это вот убийца боссов у нас. Такое три раза. Каждый удар с вероятностью 35%. Он докладывает я это 5%. Ну вот. Когда-нибудь будем его качать. Ну сейчас хочется сосредоточиться все-таки. На Николасе. Так что всем кто начал так же как я. Играть недавно. Всем удачи. С Николасом. Вот. Хотя подозреваю что вначале нам хотя бы собрать перезвона. Ну я думаю что до 28 февраля мы успеем развиться. И дальше уже тогда будет легче все это дело найти. Ну вот этот ворота Киерока. Сколько же я их рыл. Так и не попал мне ни один завоеватель. Ай-яй-яй. Ладно. Что жаловаться. Все хорошо. Все отлично у нас. Вот. И пускай у вас все будет хорошо. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До свидания. Вот. И следите как у меня все будет происходить. Получу я Николаса или нет. Пока-пока. 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 Пока-пока.